Всем привет! Меня зовут Александр, это у нас Роша. И сегодня мы поговорим опять о американском стафарширском терьере и американском питбулль терьере. Почему я решил снять это видео? Да всё очень просто, я решил посмотреть, так как я интересуюсь этими породами, разные видео. И наткнулся на видео человека по имени... А вот, извиняюсь, имени его не знаю, собака у него, американский стафарширский терьер с очень интересным именем Гризли и его комментарии. Ну и ещё некоторых заводчиков-питомников. Ну что, погнали! Ну что, начнём тогда. Что мне не очень понравилось, в принципе, о высказываниях об американских питбулль-терьерах, это прежде всего то, что эта собака нигде не признана. А почему ты, извини, решил, что эта собака нигде не признана? Заводчики американских питбулль-терьеров создали такую организацию, как УКС. Или ты забыл об этом? А я знаю, что ты не забыл, ты просто об этом не знал, потому что ты не знаешь даже истории своей собаки, это уже понятно. Потом дальше ты говоришь, что только стафарширские терьеры чистокровные обладают генетической способностью, там, в плане хорошей психики, либо ещё что-то. Ну, может, это, в принципе, да. Если это имбридинг какой-нибудь, то я согласен, там, всё это передаётся по наследству, и собаки получаются очень хорошие. Ну, до поры, до времени. Ты посмотри, произошло что с стафарширскими терьерами, да? Почему вы все молчите, владельцы и особенно, не ладно, владельцы, а особенно заводчики американских стафарширских терьеров, то, что вы иногда подливаете кровь американского питбулль-терьера? Вам об этом же молчите, не говорите. Вы всеми способами пытаетесь уйти от сходства с американским питбулль-терьером, но у вас это не получится. Вы никак не можете успокоиться, смириться в том, что американский стафарширский терьер произошёл от питбуля. Не наоборот, не надо сочинять байки. Я слышал такие байки, что питбуль от стафаршир произошёл. Нет, стафаршир произошёл от питбуля, и вы это знаете. И кровью вы иногда их подмешиваете, чтобы у вас здоровье у собачек всё нормально было. Правильно? Вон, посмотрите даже на гризли. Что это за кабанчик такой бегает-то? Мне кажется, если вы сейчас его в плюс 30 пустить, например, на 100-метровочку, эта собака в рене 100 метров не пробежит. Это моё личное мнение. Посмотрите на его телосложение. Он бегающая хрюкалка, бегающая свининка. То же самое могу сказать о таком питомнике Эдерс, да? Он выпустил, по-моему, год, может, полтора назад, я смотрел, что давно, очень интересное видео, где он полностью обосрал питбулей, да? Что он пытался завести питбулей, там, сука, неадекватные, то неадекватные, а потом дошло до того, что триколоры у питбулей появилось от того, что питов начали мешать с ротвеллерами, да? Ты серьёзно, что ли? У тебя сейчас с головой всё в порядке? Ну, это же, глядя, надо просто такую ахинею снести. Вы представляете, питов с ротвеллерами смешали, и за это получились триколоры. А откуда тогда они взялись тогда у Стаффордов, а? Может, тоже Стаффордов-то помешал с этим, с ротвеллерами? Вы уже просто с ума сходите, ребята. Вы никогда не отмажетесь от питбулей, запомните об этом. Никогда. Знаете, в чём беда хозяина Стаффордширских терьеров, заводчики? Я не буду брать всех питбулей, я говорю только за рабочее разведение. Понимаете, вы прекрасно знаете, что рабочее разведение питов в два раза превосходит ваших свиней. Выносливость, скорость, сила, бойцовый дух, доброта. Они намного добрее к людям, чем ваши эти хрюхи. И вы это прекрасно знаете, вы успокоиться не можете. Единственное преимущество на вашей стороне, то, что они красивее у вас собаки. Всё. Больше вы них хрена не можете предоставить. Во всех аспектах практически питбуль превосходит ваших свиней. Так что хорей эту чушь нести уже. Вы никуда от питов не денетесь. Вы как подмешивали их, так и будете подмешивать. Понимаете? Потому что собак ваших здоровьев нету. А где вы его возьмёте-то? В середине там 70-х годов так наэмбредировали их, что они там уже, блядь, отдохлели. Потом, блядь, ваш АКС или как там, American Kennels Club, уж дал добро подмешивать питов, чтобы хоть как-то здоровье собакам своим вытащить. Что, не было такого? Что же вы об этом-то скрываете-то? Хорей врать уже. Так что, заводчики стаффорширских терьеров, прекращайте уже трепаться своим языком. Вы прекрасно всё понимаете, о чём я говорю. И никуда вы от питов не денетесь. И запомните об этом. Не пит произошёл от стаффорта, а стаффорта от пита. И вас это очень сильно, смотрю, гложет. Потому что как ни у кого не посмотри, то всё, какие-то прям проблемы. Стаффорта отличный, великолепный, питбуль кусок дерьма. Реально уже достали. Почему владельцы питбулей такого о стаффордах не говорят? Говорят только об одном-то, что это не бойцы. Всё, это факт. Так я вот и привёл, привёл. Не бойцы. Здоровья нет. К людям, блин, злые, злее гораздо, чем рабочие разведения. В чём ваше преимущество? Только одно. Красота. Всё. Возьмите вашу любую свинью, выставите его против рабочего пита. И он реально станет шашлыком, блин, через минут 20. Или убежит просто, поджав хвост, как дворняга. Вот вы что сделали. Вы угробили собак полностью. Ладно, я не спорю, там. Многим, блин, выставки нравятся. Дело каждого. Так вы ещё и угробили здоровье этих животных. Они все больные, сердечники, как правило. В 10 лет уже ходят, как эти. А посмотрите на многих рабочих питов в 10 лет. Конечно, он всё там по 5 боёв не провёл и гранд-чемпионом не стал. И то, блин, 5 боёв провели, до 10 лет доживают. С 5 победами. А ваши там на выставке и то, блин, еле-еле к 10 годам доходят. Не спорю. Есть, конечно, которые там и побольше живут. Но в каком они все состоянии? Они как кусок дерьма ходят все. Они уже в 3-то года выглядят, как кусок сала. Хорэ уже этой ерундой заниматься. Хорэ питбулей обсирать-то. Я говорю, вы никуда не сможете от этого деться. Ваша собака произошла от питбуля. А вы её просто взяли и угробили. Так что, всем владельцам питбуля ставьте мне лайк. Владельцы Стаффордов, кто это понимает, тоже ставьте лайк. А на остальных мне насрать вообще. Всем пока, всем удачи. Продолжение следует...